Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала, генерал СВР, генерал лейтенан службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете, как Виктор Михайлович. Сегодня мы проводим ставшими уже традиционными итоги недели с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Сергей, начинайте. Добрый день, Виктор Михайлович. Добрый день всем нашим зрителям. Надеемся, что в этот раз у нас все получится, потому что мы с вами три недели не смогли по техническим разным причинам выходить в эфир. Вот народ начал уже напрягаться. Ну, в общем, это просто так получилось. Неделя очень напряженная прошлая. И, наверное, если мы начнем прям по порядку, то она началась с дня рождения Путина. Да. И, соответственно, встречи, которые он там устроил для своих прикрепателей, потому что к нему на день рождения просто так никто бы не приехал. Его, кстати, поздравило очень мало народу в этом году. Просто официально всего 8 поздравлений он принял. Меньше, чем в прошлом году и значительно меньше, чем в предыдущие годы. Как вы посмотрели на это событие и на это празднование и на то, что последовало? Событие знаменательное, без лишнего пафоса. Президента России Владимира Путина уже нет с нами. Есть человек, похожий на президента России, который принимал поздравления. Стоит отметить, что российское руководство готовилось к совершенно другому уровню поздравлений и передачи подарков и так далее. Считалось, что многие лидеры дружественных стран, а также нейтральных стран, которые принадлежат глобальному югу, так называемому, будут поздравлять человека, который воплощает в себе образ Владимира Путина. И, значит, это поддержит некий имидж того, что Россия выходит из изоляции и признает весь мир, включая глобальный юг и, прежде всего, глобальный юг, заслуги Владимира Путина перед всем миром. Но не так случилось, как предполагало российское руководство. Действительно, очень мало поздравлений. Были крайне разочарованы в так называемом политбюро. Действительно, очень мало поздравлений. Стоит отметить, это тоже важный момент. Традиционно Владимир Путин получал огромное количество подарков. От тех, которые, значит, лежат зад и так далее, и так далее. Огромное количество подарков от депутатов, сенаторов, знакомых, друзей, чиновников разного уровня, руководителей госкорпораций. Огромное количество поздравлений. В этом году даже эти люди свои восторженные чувства в основном держали при себе. То ли в большинстве своем понимают, что это дублер и не спешили прибегать и выражать свое искреннее восхищение. То ли, значит, как-то меняется климат внутриполитический. Но, я думаю, Сергей, мы с вами еще обсудим последние вопросы российских социологов, которые сделали опросы по так называемому СВО, и выяснилось, что половина людей просто не поддерживает это странное мероприятие, которое, конечно, проще назвать войной, что, собственно говоря, и есть война. И 25% затруднились ответить, то есть фактически тоже отрицательно. И только там что-то в районе 25%, по-моему, или чуть больше процентов, там 25%, по-моему, теоретически поддерживают. И опять-таки стоит отметить, что это в условиях тотальной диктатуры и в условиях строжайшего сдерживания, побуждения у людей. Так вот, политический климат все-таки меняется. Начинает быть видно невооруженным глазом, и так называемый президент Путин, тот человек, вернее, который изображает из себя Путина и все российское руководство в лице Политбюро, крайне разочарованы тем, что происходит. И я скажу, что это, конечно, большой шанс, если бы Запад, объединенный Запад, тот, который мы понимаем и представляем под простым словом Запад, делал бы определенные шаги, то шансов у нынешнего российского руководства удержаться, а уж тем более вести агрессивную войну, практически бы не было. Но, к сожалению, не так. Сергей, что, по-вашему, было замечательным и знаменателем 7 октября, в день рождения Путина? Ну, кроме удара украинских войск по Феодосии, где загорелась очень большая база ГСМ, одна из крупнейших в Крыму, от которой зависит, кстати, снабжение южной группировки войск Российской Федерации, и кроме хакерской атаки на российские средства массовой информации, и там несколько госсайтов, которые положили, в общем, было мало реакции, потому что все ждали, что либо Российская Федерация устроит какой-то суперудар по Украине, либо Украина ударит что-нибудь там по Крымскому мосту опять, или что-то в этом роде. Вот этого ничего не произошло. И, откровенно говоря, я тоже с вами согласен, в общем, самым главным показателем этого дня рождения для меня явилось именно то, что на него почти никто не отреагировал. Причем, вот вы сказали про западных, там, всяких партнеров потенциальных Путина, включая Китай, например, да, который, Вучича, который считается, в общем, ну, Сербия, там, Китай, Северная Корея, который считается главными, так сказать, партнерами Путина, или входит там в лобби в какую-то Орбана. Орбан же ведь тоже не поздравил его, да? Вот. Но меня удивило то, что внутри очень мало было поздравлений. Практически никто из губернаторов российских не поздравил российского лидера, так сказать. Вот. Это меня, конечно, немножко удивило. Вот. Дальше основное, ну, то, что он устроил саммит стран СНГ в Москве только для того, чтобы к нему приехали на день рождения. Да, это традиционно происходит для того, чтобы приехали люди и зацепили, так сказать, день рождения. Вроде как приехали формально не на день рождения, но подчеркивается, да, что вот только был день рождения, значит, сбор, значит, лидеров так называемого СНГ, так называемого, потому что в реальности это объединение не более чем название политическое, но никаких функций СНГ не выполняет, никаких, никакого реального осмысления. Этот термин СНГ под собой не несет. На сегодняшний день это, значит, клуб по обсуждению тем, которых в принципе-то не существует. В принципе не существует. Ну, потому что СНГ предполагало, что это какое-то наследие Советского Союза. На сегодняшний день наследие Советского Союза пытается внедрять как во внешней, так и во внутренней политике исключительно нынешнее российское руководство, но делает это настолько нелепо, настолько неумело и настолько глупо, что остальные партнеры, так называемые, по СНГ пытаются максимально дистанцироваться от этих процессов. Да, понятно, что многие на сегодняшний день, благодаря санкциям, которые наложил Запад на Россию, прекрасно себя чувствуют. Я имею в виду многие государства, да, включая и государства Средней Азии, извините, Центральной Азии, которые были бывшими республиками Советского Союза. Занимаясь серым импортом, занимаясь поставками в Россию товаров двойного назначения, помогая проводить платежи международные, очень неплохо зарабатывают, очень замечательно пополняют свои бюджеты. И нынешняя ситуация выгодна. Яркий пример этому Казахстану, который великолепно себя чувствует в нынешних условиях, находясь в очень непростом положении между Турцией, Россией и Китаем, лавируя постоянно между этими тремя центрами. Ну, чего уж там говорить, мы уже обсуждали это неоднократно с вами, Сергей, то, что в Казахстане фактически-то нет армии, а территории огромные, и на эти территории имеют претензии в сущности все три этих центра. И Россия, которая постоянно высказывает, ну, крайне представители Кремля высказывают претензии относительно северного Казахстана, Китай имеет свое представление о том, как должен развиваться Казахстан, и, безусловно, мечтает иметь эту страну в поле своего тотального влияния. Ну, и, конечно, Турция, которая строит тюркский мир, которая не скрывает, опять-таки, своих планов по тюркскому миру, реализации проекта тюркского мира, извините, и, значит, публикует карты, в которых часть Казахстана тоже входит в их планы на обозримое будущее. Так вот, Казахстан лавирует, но и лавирует довольно-таки неплохо, прекрасно наполняя свой бюджет благодаря санкциям. Да, понятно, что боятся и компаний государственных, и не государственных, и частных бизнесов в Казахстане санкций от США за то, что помогают обходить, но, тем не менее, на сегодняшний день, еще раз повторяю, ситуация выгодна. Поэтому и приезжают к так называемому Путину, поэтому и завтракают с ним, и даже общаются, и даже позволяют российскому руководству сделать вид, что лидеры этих стран прибыли на день рождения. Ну, стоит, наверное, отметить, Сергей, и встречу Пашиняна с Алиевым и с так называемым Путиным в Москве во время этой большой встречи, и по отдельности с каждым из них. И троллинг Пашиняна в виде велопробега по холодной и дождливой Москве. Да, это, конечно, было эпохальное событие. Я, кстати, к вашей оценке полностью присоединяюсь, но даже я бы сказал, что вы сказали, особенно Казахстан, я бы сказал так, особенно Армения, потому что Пашинян как раз демонстрирует среди всех руководителей бывшего Советского Союза, который еще остается вместе с Путиным, такого самого главного мечина-почитателя. И, тем не менее, Армения, кстати, тоже очень сильно зарабатывает на сером импорте. У Армении он, так сказать, товароборот с Российской Федерации вырос чуть не в три раза по сравнению с нормальным годом. И, несмотря на то, что Пашинян, так сказать, как бы является таким чуть не диссидентом, мы видели это по ДКБ, да, Армения фактически вышла из этой организации и публично несколько раз демонстрировала, демонстрировала, что она не собирается в ней участвовать, потому что эта организация не поддержала ее военные усилия против Азербайджана, вот, а в СНГ участвовала, да. Ну и, конечно, отметился этим велопробегом, который, наверное, для тех, кто не в курсе и не видел эти кадры, Пашинян во время пребывания в Российской Федерации сделал такой, как бы, типа европейский ролик, где он едет на велосипеде с GoPro камерой на голове, вот, и, значит, снимает, естественно, как будто бы он вот такой крутой, значит, экологический, значит, сторонник, вот, видите, по Москве он передвигается на велосипеде, там, едет по намережной Москварике, вот, а потом нам опубликовали камеры, естественно, наружного наблюдения, так сказать, на улицах Москвы, где было понятно, что на самом деле он едет в сопровождении огромного кортежа, который освободил для него проезд, то есть там никто не мог туда попасть, и это совершенно не такой вот, не крутой политик типа западного, какого-нибудь скандинавского, который просто сел на велосипед и поехал в народ, а на самом деле это абсолютно такой авторитарный советского типа лидер, которому перекрыли, значит, всю набережную, а он изображает, что он, значит, в народ поехал. Да, безусловно, это и так, ну, основной троллинг был в сторону так называемого президента России Владимира Путина, когда Пашинян показал, смотрите, я молодой, сильный и выносливый, в дождливую погоду совершенно спокойно сажусь на велосипед и, значит, в холодную дождливую погоду и могу проехаться, не боясь при этом простудиться, заболеть и умереть, потому что силы и здоровье есть. Может ли это тот человек так точно поступить, тот человек, который похож на президента России Владимира Путина? Безусловно, нет, безусловно, нет. У него хроническая болезнь почек, по холоду, значит, по мокрой погоде кататься он не будет ни в коем случае, он 500 метров на велосипеде не проедет, потому что выдохнется, у него нет таких невозможностей, нежелания, и, конечно, это был троллинг, прежде всего, в эту сторону. И, конечно, европейские посылы о том, что европейские политики тоже катаются на велосипедах по улице и действительно ездят безохранно, действительно не ново, когда там премьер-министр или президент страны приезжает на велосипеде на работу. Да, это не Шольц и не Макрон, потому что обстановка в этих странах несколько иная, и значимость этих людей несколько иная. Боятся, безусловно, за их безопасность. Ну и в то же время Макрон тоже, по-моему, отличается, бывает, вернее, тоже при перекрытых дорогах и при должном уровне охраны подобные прогулки совершает, да, Сергей? Да, бывает, конечно, но вы правы, что там не только силы, так сказать, у Пашиняна, но еще и молодость. Он, на самом деле, самый молодой руководитель из всех этих людей, которые собрались, ему всего 49 лет, вот, и если посмотреть на всех остальных, то следующий – это руководитель Туркменистана и затем Алиев, да, то есть это вот люди, у которых, ну, вот Алиева там, сколько там, ему 63 года, туркменскому лидеру нынешнему, хотя он, на самом деле, не лидер, потому что он считается президентом, у них лидер все-таки остается все равно его папа, да, который типа елбасы, вот, правда, у них это называется Аркадар, вот, и, так сказать, вот все остальные, конечно же, ну, Такаев – это почти такой же старенький, как и Путин, 71 год, Лукашенко 70 лет, но он еле ходит, вот, и, конечно, никто из них на велосипед сесть не мог бы. Да, вне сомнений. Сергей, как вы считаете, открытость, ну, или, по крайней мере, то, что демонстрирует, то, что пытался демонстрировать Пашинян, и то, что действительно демонстрируют многие европейские лидеры, ну, и открытость и близость к народу, это играет на руку действующей власти в этих странах, или это, ну, скажем так, попытка переизбраться на следующий срок и попытка понравиться? Мне кажется, что это попытка понравиться. Кстати, в Российской Федерации я вообще сомневаюсь, что это хоть как-то работает, да, потому что если бы это работало, то Путина никто бы давным-давно уже не переизбирал, после того, как он уже года четыре не показывает свой голый торс, не катается на коньках, не катается на лыжах, и не показывает, что у него есть здоровье какое-то. Вот, то есть, в общем, россиянам, по-моему, на это дело абсолютно наплевать. Вернее, скажем так, импассивно они считают его старым пердуном. Кстати, вот мне какие-то там люди пишут иногда, такие интеллигентные очень люди в комментариях, что типа, Сергей, почему вы называете его целыми днями старым пердуном? В русском языке есть много других слов. Вот, я этим людям сказал, что... Потому что он является старым пердуном. Вот, и поскольку он является старым пердуном, я его называю старым пердуном. Все правильно, все правильно. Сергей, что у нас еще? Какие новости? Это мы с вами обсудили понедельник-вторник. Ну, вы знаете, давайте еще... Еще у меня есть по этому поводу еще пара замечаний. Я хотел бы ваше впечатление об этом услышать. Потому что, с одной стороны, вы сказали, я, в общем, здесь с вами прав, согласен, вы правы, что СНГ это такое искусственное абсолютно образование, которое, в принципе, появилось на исходе Советского Союза, и тогда какую-то роль играло в том смысле, чтобы не пугать Запад и народ Советского Союза, что вот, так сказать, это бывшее государственное образование распадается, и люди оказываются в неизвестности. То есть это, в общем, просто для того, чтобы успокоить как бы всех, что типа не беспокойтесь, все нормально. Мы переформатировали эту штуку, теперь она называется Союз или там Содружество независимых государств, все будет нормально, но у нас, правда, мы все теперь независимые. Так вот, у Путина и у Лукашенко на этом собрании, по-моему, прозвучали новые нотки, которые должны были испугать всех остальных. Потому что Путин произнес такую вещь. Мы с вами живем в едином государстве, говорил он, с теми, кто на самом деле ни в каком едином государстве с ним жить не собирается, кроме Лукашенко. А Лукашенко даже произнес речь о том, что нам надо восстанавливать это единое государство в полном объеме. Вот это не испугало всех остальных, это не была такая пугалка для этих людей, что типа, если будете очень сильно пытаться стать самостоятельными, то мы вам можем еще и показать, как Украине что-нибудь. Ну, это понятно, это старая песня, и здесь стоит обратить внимание на поведение Лукашенко. Лукашенко в последнее время ведет себя, Сергей, давайте, наверное, еще и это обсудим, раз уж мы с вами задеваем ее, так называемого Путина и Лукашенко, и реакцию других лидеров, как ведет себя сущность Лукашенко. Лукашенко, его последние высказывания, потому что высказывания Лукашенко, это практически все, что у него есть по возможностям, значит, донести свою реальную позицию, завуалированные высказывания, безусловно, я имею в виду. Если бы он высказывался напрямую, все было бы, конечно, намного более замечательно. Так вот, он сказал, что Беларусь готова восстанавливать Украину после войны, помогать восстановлению Украины после войны. Он сказал, что Украина делает эти высказывания в последнее время довольно часто. Украина не собирается нападать на Беларусь, и в этом плане можно быть спокойным. И сделал вообще несколько таких интересных резонансных сообщений, которые, безусловно, вне всякого сомнения, ужасно раздражают российское руководство, которое, считая, что Беларусь фактически принадлежит России, российскому руководству, что Беларусь является не просто вассалом, а фактически частью территории России. И осталось совсем немного, в принципе, речь сейчас идет не только и не столько формально о союзном государстве, сколько о понимании и восприятии российским руководством того, что называется Республика Беларусь. Безусловно, российском руководстве не считают Республику Беларусь независимым суверенным государством. Безусловно, считаются с Лукашенко. И есть такое мнение, бытует в российском руководстве, хотя оно не воплощено в каких-то реальных планах, что после Лукашенко Беларусь должна полностью влиться в состав России и стать одной из, условно, губернии Российской империи, которая будет пользоваться этими территориями и ресурсами, вне всяких сомнений, как своими собственными. Они, в принципе, считают, что и сейчас это возможно. Но и есть некая досадная преграда в виде Лукашенко, которая является на сегодняшний день нужным человеком, но не полностью подчиненным. Сергей, скажите, вот ваше мнение по поводу высказываний Лукашенко и как раз в контексте того вопроса, который вы задали. Лукашенко, как вы считаете, делает реальные шаги по попытке, скажем так, дистанцироваться от российского руководства? Или же это блеф, игра и попытка просто выбить себе лучшие условия для дальнейшего существования? Это и то, и другое. То есть, конечно, он заинтересован в том, чтобы его просто не убрали, не убили, не отравили, как это может быть в Российской Федерации с любым человеком, который слишком самостоятельным становится. Но его же Путин наградил высшим российским органом, орденом Андрея Первозванного, устроили огромную теремонию. Видно было, что Лукашенко она очень нравится. То есть, Путин знает, на какие точки психологически надавить у Лукашенко. Но Лукашенко одновременно играет, в общем, довольно хитрого губернатора, который не хочет становиться губернатором, потому что он понимает, что пока у него есть собственное, хотя бы формальное суверенное государство с представительством в Организации Объединенных Наций, он все-таки на особым счету. Потому что если Беларусь станет, как вы сказали, губернией, но она губернией не может стать, потому что слишком большой кусок, ее могут сделать белорусским краем, например, как Красноярский край, например. Потому что в составе края есть несколько областей, как это в истории с Белоруссией. Но Лукашенко, в общем, он довольно хитрый все-таки лидер, потому что он играет сам Путиным, он выстраивает противовесы, а именно с Китаем, Северной Кореей, даже с Африкой против Путина. И несмотря на риторику, он делает все-таки то, что ему устраивает, и он сопротивляется давлению Путина. Например, Беларусь не... Лукашенко не хочет вступать на прямую войну с Украиной, он не хочет задействовать свою армию, потому что он боится, что для него это закончится очень плохо. То есть, на самом деле, он все-таки играет на противовесах, на сдержках и противовесах, и пытается остаться самостоятельным, но одновременно играет с Путиным в путинскую игру. То есть, это такая хитрая игра, что, в общем, понятно, потому что без российского рынка Беларусь сейчас просто загнется. Сергей, скажите, как вам троллинг российского руководства по отношению к Лукашенко, когда его встретили словами «ваше сиятельство»? Ну, «ваше превосходительство». А, «ваше превосходительство», да, извините. Да, и он сразу, тут же, немедленно на это отреагировал, он сказал, «какое я тебе превосходительство». Вот, то есть, в этом смысле, да, конечно, это было очень протокольно звучало, но, как вы говорите, это, в общем, было похоже на троллинг «ваше превосходительство». Хотя, кстати, это по российским понятиям было даже оскорбление, потому что президента нельзя было называть превосходительством. Президент — это «ваше высокопревосходительство». Ну, или даже «ваше величество». Даже «ваше величество», да, естественно, потому что в российской табеле рангов «высокопревосходительство» — это, по-моему, типа генерал, что ли, что-то в этом роде. А там даже, вот вы правильно говорите, «сиятельство» — это там либо граф, либо князь, и так далее. В общем, посмеялись над Лукашенко, конечно, старичка обидели, но не страшно. Не страшно, тоже интересно. Дело в том, что как Лукашенко троллят, так и его троллят, и выглядит это в нынешних реалиях, ну, скажем так, в этом скучном театре, неким даже таким пятном, на котором можно посмеяться. Сергей, давайте, может быть, обсудим ситуацию с опросами Левады-центра по СВО. Давайте, давайте. Как вы считаете? Вот смотрите, вот условия, да, в условиях авторитаризма, вы говорите, что это еще не полноценная диктатура, что это авторитарный режим. Я с вами соглашусь, что действительно, авторитарный режим, плавно переходящий в диктатуру. Но, в сущности, смысл от этого не меняется. В условиях тотальной пропаганды, так называемого СВО, этих расплывчатых целей СВО и невероятной поддержки так называемого президента России Владимира Путина, который, в сущности, еще при жизни затеял эту войну, поддержки в российском обществе нет совсем. Мы с вами прекрасно понимаем, что те 75%, плюс-минус 50 и плюс-минус 25, которые высказались касательно того, что СВО скорее вредит России, чем помогает. И те 25%, которые сказали, что они не имеют собственного мнения. Не иметь собственного мнения в этой ситуации, это фактически отрицать мнение властей. Я думаю, что вы со мной согласитесь по этому поводу. И 25%, которые принудительны, большая часть из которых все равно были вынуждены высказать поддержку нынешней власти в качестве того, что СВО якобы помогает России и выгодна России. Но ведь 75% фактически показали большой-большой кукиш нынешнему российскому руководству и сказали, что, несмотря на то, что, еще раз повторяю, опрос проводится в условиях тотального авторитаризма. Что это такое, по вашему мнению? Да, я с вами здесь согласен, что, во-первых, люди, которые жили при Советском Союзе, помнят, как в Советском Союзе все ходили на партсобрания, на комсомольские собрания, а когда Советский Союз развалился, никто не вышел его защищать. Включая Путина, кстати, и включая офицеров КГБ, которые давали присягу его защищать с оружием в руках. Вот, и здесь то же самое, в общем, СВО. Вы знаете, у меня все-таки первое образование экономическое, и поэтому я на цифры гляжу, прежде всего, такие, в экономике. И в экономике, если вы посмотрите, то на СВО набирали добровольцев, так сказать, за деньги, которые идут воевать, сначала за 2000 долларов, а сейчас за 35 тысяч долларов не могут найти. Вот, и это уже о многом, о многом говорит. И мы знаем, например, что громче всего кричат в поддержку СВО, опять же, старые пердуны советские, которые знают, что их-то не пошлют на эту СВО, их-то не пошлют на фронт. Вот, и они практически призывают Путина уничтожать молодое поколение и среднее поколение Российской Федерации. Кстати, это и происходит. Путин уничтожает собственный народ и уничтожает собственную страну, прежде всего. А потом уже Украину. Это, кстати, немножко раздражает нашу украинскую аудиторию, которые говорят, не надо сравнивать Россию, так сказать, и выставлять ее жертвой. Хотя, на самом деле, жертвой Российской Федерации является путинской. И является первой жертвой, а потом уже Украина. Потому что, прежде всего, как глава российского государства, он должен заботиться о развитии собственного государства, а он его уничтожает. Абсолютно с вами согласен, Сергей. Абсолютно согласен. В этом свете видно, видно невооруженным глазом в этот раз. Мы уже публиковали неоднократно опросы ФСО. Так вот, даже опросы Левада-центра показывают, что нет никаких там 70-80% поддержки у так называемого Путина. Их просто нет. Их просто не существует. Все, кто поддерживает Путина, поддерживают так называемое СВО. Все без исключения. Эти мнимые 25%, которые в условиях тотальной, еще раз повторяю, тотального атериторизма, тотальной пропаганды и фактически, фактически, отсутствие, полного отсутствия свободы слова, говорят о том, что они поддерживают СВО. Это и есть условные эти 25%, теоретически максимальное количество людей, которые поддерживают Путина. Но их нет, я вас убираю, и 25%. Реальная поддержка где-то в районе 12-13% это люди, которые фактически при любой власти поддерживают власть. Есть в любой стране определенный процент людей, он варьируется от одного народа к другому, от одного населения страны к другому восприятию своего руководства. Так вот, есть процент людей определенных, которые всегда голосуют за действующую власть. Всегда говорит и искренне, наверное, в глубине души поддерживают действующую власть. Ну, потому что считают, что власть хороша, какая есть. Ну, вот, за них, значит, и будем голосовать, их будем поддерживать в любом случае. В случае с так называемым СВО, вернее, войной, конечно, мнение российского народа, это категорическое нет, категорически. И, как ни крути, на это вынуждено озираться нынешнее российское руководство. И, конечно, то, что на сегодняшний день опрос Левада-центра стал открыт, да, для широкого круга лиц. Это важный шаг, как по-вашему, Сергей? Да, я считаю, что это, кстати, продолжение той самой войны, о которой мы с вами тоже неоднократно уже говорили, потому что идет, даже внутри этой авторитарной власти, идет некое противостояние. То есть, есть лагерь. Нельзя сказать, что это лагерь мира. Нельзя сказать, что это лагерь голубей, которые вообще против войны и которые хотят ее закончить. Они хотят ее закончить по другим совершенно причинам. Это просто лагерь, ну, так сказать, более рациональных ястребов, которые не хотят такой дурацкой войны, такой идиотской войны, которая на самом деле убивает Россию, в том числе и для них, потому что они не могут, они находятся под санкциями, они не могут ездить, они не могут посылать своих внуков и сыновей, и дочерей за границу, они не могут пользоваться своей зарубежной недвижимостью, они не могут пользоваться своими яхтами, их жены не могут делать шоппинг в мировых центрах и так далее и тому подобное. И вот эти, так сказать, эти силы, они на самом деле довольно успешные. Кстати, мне кажется, что именно эти силы обеспечивают, кстати, неприкосновенность Валерия Дмитриевича Соловья, который прямо вот из Москвы вещает те же самые мысли. Ну, в том числе, в том числе. Сергей, я с вами согласен, что касательно тех причин, которыми руководствуются эти люди, и хочу еще добавить, что они прекрасно понимают, что Россия это ненадежный островок нахождения в целости и безопасности сохранения хоть каких-то ресурсов. Ненадежная нынешняя ситуация в экономике, вы правильно абсолютно говорите, и в финансовой сфере, и вообще во многих, во многих сферах близка к критической. То, что нынешнее руководство финансово-экономического блока не просто прогнозирует, не просто предрекает, а гарантирует вхождение в кризис, которого еще не было со времен распада Советского Союза, экономический и финансовый, о том, что вынуждено будет нынешнее руководство финансово-экономического блока Блокировать вклады граждан Это фактически, еще раз повторяю Фактически решенный вопрос Это вхождение в кризис Это неотвратимая Неотвратимая перспектива И прекрасно понимают те люди Которые сейчас выступают Вы правильно абсолютно говорите Из рациональных позиций Это не говорит о том, что эти люди действительно миротворцы И всегда были за мир, нет Они действительно выступают Руководство с рациональными позициями И понимают, что в случае Действительно Экономического кризиса Который может привести к катастрофе Буквально катастрофе в экономике Буквально катастрофе финансовой системы Можно себе представить социальное напряжение Внутри страны, когда будут заблокированы Вклады граждан Мы прекрасно понимаем, что Это приведет к определенной Точке кипения Эта точка кипения может Может ли эта точка Быть крайней точкой Привести к тому, что будут Практики Практики митингов Практики сопротивления уличного Но теоретически может Но я думаю, что это опять-таки не конец Это опять-таки не будет краем Будут еще ряд событий Которые приведут к тому Мобилизация, например, если Не дай бог Путин на ней решится В том числе В том числе Вы абсолютно правильно, Сергей, говорите Абсолютно правильно В том числе мобилизация В том числе Опять-таки Действия западных партнеров Украины Могли бы привести К возникновению таких точек Намного быстрее Чем к этому придет Российское руководство самостоятельно Но тем не менее Все это будет Все это будет Не всяких сомнений Давайте поговорим по поводу Западных партнеров Потому что на этой неделе Состоялись очень важные вещи А именно мы все ждали Рамштайна Который должен был проходить 12-го числа В Германии На высшем уровне Туда должен был приехать Байден Туда должны были собраться Все руководители Государств и правительств Стран, которые поддерживают Материальную Украину В войне ее против Российской Федерации И вдруг Байден объявляет О том, что он не едет И Рамштайн отменяется А Зеленский уже поехал в Европу То есть он устроил Кстати, саммит Украина Страны Восточной Европы Где в том числе и Сербия Подписала совместный документ Осуждающий агрессию Российской Федерации То есть там довольно Значимое событие было Которое, к сожалению, очень мало освещалось Потом ему ничего не оставалось Поскольку он уже оказался в Европе Сделал просто такой вояж по главным западным партнерам А именно он съездил в Великобританию Где встретился с новым премьер-министром А также с новым генеральным секретарем НАТО Потом он был во Франции Встречался с Макроном Потом он был в Италии Встречался с Мелони И с Папой Римским И закончил все это дело в Германии Где встречался с Шольцем И вдруг нам объявляют Что Байден все-таки едет в Германию Только 17-го числа Да, и опять-таки Он едет в Германию Но Рамштайна не будет Да, но Рамштайна не будет То есть это будет просто Тот самый государственный визит Который намечался Кстати, есть сомнения Что он будет в формате государственного Но, так сказать, Байден Как бы хочет все-таки отметиться Своим официальным визитом в Германию Ну, давайте опять-таки отметим Что Байден на сегодняшний день Является уже Хромой уткой Да, конечно, и хромой уткой И фактически-то бывшим президентом США Президентом, но все-таки уже Фактически бывшим У него шансов остаться на президентском посту Скажем так, очень иллюзорны Мы можем предположить Какие-то экстраординарные события Которые позволят ему какое-то время Продвить свое существование На посту президента Но практически гарантированно В январе месяце следующего года Америка будет жить с новым президентом И после избрания президента Новый президент, который вступит В свои полномочия В январе следующего года Уже будет считаться избранным президентом И, конечно, все внимание будет переключено На него Ну, или на нее В зависимости от того, кто выиграет Не суть важна Но Байден на сегодняшний день Уже, безусловно Скажем так Глобальные вопросы Видимо, он не хочет углубляться В их решение В сущности говоря Сергей, как вы считаете Смотрите, давайте немножко вернемся В этом плане Зеленский встретился с Макроном Как я понимаю Никаких особых договоренностей Кроме там Каких-то там Вроде как объявили О поставках Сюзанна, да По-моему, называется Французские Французские Пушки Цезарь Цезарь, да А, точно Цезарь Сюзанна Это не француз Точно Цезарь И вот они Там какая-то поставка Небольшого количества Ну и плюс самолеты Которые Франция обещала Мираж, да Старые-старые Миражи 2000 Которые она обещала В этом году А теперь сказала Что в следующем году Все это дело будет Да, действительно Встреча с Макроном Была, в общем, такая Абсолютно формальная В очень небольшом формате Причем Меня удивила Знаете, еще какая штука Что вот по идее Макрон знает Что к нему приезжает Зеленский Да И вот для картинки Было бы интересно Вместе с ним Приехать в ту Украинскую бригаду Которую Франция Готовит И которую Франция Вооружает Накануне приезда Зеленского Макрон один туда едет Он едет туда один Без Зеленского Вот И это проходит Эта картинка проходит По французским СМИ Да, не первым планом Конечно Потому что у нас тут Свои внутренние проблемы У нас бюджет Начинает обсуждаться Вот И для французов Конечно Это гораздо более важно Чем все разговоры О геополитике А когда приезжает Зеленский То в общем Совместной пресс-конференции Нету Они просто выходят На во двор Елисейского дворца Где под дождиком Минут пять Чего-то там Немножко говорят И причем Видно совершенно Что в общем Это там Нету Никакого Скажем так Особого Особого отношения Ни Макрон Ни Зеленского Просто Такой дежурный Выход К журналистам Да, действительно И кстати Самый большой показатель Ну вот канал Телевизионный На котором я работаю У нас вечерний эфир С 10 до 12 ночи И в международной части Этого эфира Мы даже это не обсуждаем Причем Я в редакции Так сказать Перед этим писал Что наверное Надо там Слов сказать Что Зеленский Что Зеленский Был во Франции Редакция Решила Что это Не то событие Которое Заслуживает Обсуждения Да Вооружение После Соединенных Штатов Америки После Соединенных Штатов Все правильно Да Поэтому Конечно Это существенный Существенный удар По поддержке Украины И мы понимаем Здесь как бы Не надо быть Не надо быть Политологом Надо просто смотреть На события И есть четкое Прекрасное понимание Того что Запад Толкает Изо всех сил Украину Проводить переговоры С Россией И договариваться О Как минимум При остановке Этого конфликта Ну а еще лучше Перейти В Какую-то Такую Совсем-совсем Холодную фазу Я сомневаюсь Что возможно Какие-то мирные соглашения С нынешним Российским руководством Очень сомневаюсь Скорее А вот эта история Со звонком Шольца Который То ли Объявляется О том Что он собирается Звонить Потом Путин Сам говорит Что не собирается Звонить Потом Песков говорит Что мы готовы Пусть звонят Но чего-то нам Никто-то не звонит Это вот вся история Какая-то очень странная Тоже Дело в том Сергей Что российское руководство Безусловно понимает К какому рубежу они подошли Безусловно понимает Речь идет не о фронте Речь идет о Финансово-экономическом положении России в следующем году Понимает Что грядет Мощнейший кризис Понимает Что этот кризис Будет катастрофическим Если При этом Будет еще и мировой кризис Который ожидают Экономисты Которые ожидают Что этот кризис Будет идти Будет идти Из Китая Сейчас Китай Предпринимает Какие-то меры По Сдерживанию Этого кризиса Тем не менее То что кризис Наступит ни у кого нет сомнений Вопрос только когда И какой силы он будет Так вот Те прогнозы Которые есть От очень Скажем так Значимых экономистов Которые Практически никогда Не ошибаются Эксперты Дают прогноз Что Если Кризис Который будет В России Совпадет с кризисом Который пойдет Из Китая Будет общемировым Последствия будут Так и говоря Катастрофические Но будет Возможно В некоторых сферах Они будут фатальны Для российской экономики Для российской финансовой системы Так вот Для того чтобы Выстоять В этой ситуации Безусловно Необходимо Снятие санкций Российское руководство Не против Вести переговоры О каком-то мире О перемирии Но связывают это С Отменой Основного количества Санкций При этом Они хотят Значит Удерживать Какие-то территории Запад Опять-таки Здесь Не надо быть Суперэкспертом Для того чтобы посмотреть На то что происходит В принципе Не против Любого варианта Лишь бы Прекратилась война Лишь бы война Прекратилась Лишь бы их не трогали Не тревожили По их мнению И по мнению Избирателей И в Европе И в США С бесконечной помощью И значит Им Ну откровенно говоря Да Мы это с вами Уже не раз Обсуждали Сергей Война И обсуждение Даже этой войны Несколько надоело И ушло На второй На третий На четвертый план Поэтому конечно Запад безусловно Толкает Украину Переговоры Россия не против Этих переговоров Но Запад Не готов Отменять санкции Без согласия Украина На какие-то Опять-таки Условия При которых Последнее время Очень много вбросов В прессу И с Так называемым Да С так называемыми Гарантиями Украине По И сливанием в Украину Там сотен миллиардов Долларов Для того чтобы Украину вооружить И сделать форпостом Да В противостоянии С Россией Вернее рубежом Рубежом Да Такой Своеобразной границей Которая будет Которая будет гарантировать И Украине И Евросоюзу В какой-то степени По крайней мере В пределах Границы Ну или линии Соприкосновения С Россией Будет гарантировать Значит Отсутствие Отсутствие Побуждений У России Продолжать Эту войну Ну По крайней мере Так предполагалось Предполагалось В одном из этих планов Которые были Уброшены в пресс И так далее И так далее Их довольно много И я так понимаю Представляю Что Запад На сегодняшний день Тоже готов В принципе Наверное Согласиться С любым планом Который будет Теоретически Воспринят Украиной В В В В В В ключе Каких-то соглашений С Россией Я на сегодняшний день Не вижу Ни одного Из этих Не вижу Реализации Ни одного Из этих планов Потому что Украинское руководство По-моему Как мне кажется По крайней мере Не согласно Идти на Такие существенные Уступки Которых требует Россия И На которые Подпалкивает Украину Запад Как по-вашему Сергей Да Я с вами Согласен Потому что Видно Совершенно Что В общем Их разговоры Эти раздражают Видно Раздраженная Реакция И самого Зеленского И его советников Вокруг него И которые Пытаются Компенсировать Это Кстати Это вот Даже было Во время Того Небольшого Выхода Президента Зеленского С Макроном Во дворе Елисейского Дворца Где Просто Зеленский Сказал Что Распространились Такие слухи Это неправда Там И так далее Ну вот Понятно Что Такая война Информационная На самом деле Идет Вот И Украина В общем Устала Немножко От этой войны Но Проблема Заключается В том Что Ей же Нужна Помощь Реальная Военная На фронте Вот Она Не всегда Поступает Или поступает Даже очень Медленно И Создает Проблемы Плюс Есть Реальные Проблемы Конечно На фронте С Покровск Это в общем Становится Довольно Серьезная Серьезная Проблема Для Украины Потому что Украина На восточном фронте Сейчас может Потерять Последние Значимые Угольные шахты Которые Которые Позволяют Работать Металлогической Промышленности Украина Это Треть Практически Экономики Украины Да Ситуация Действительно Тяжелая И Самое главное Что И российское Руководство И украинское Руководство Как видно По крайней мере На сегодняшний день Считает Что Время Играет На них Что Надо Немножко Значит Немножко Времени Немножко Поддержки Как считает Украинское Руководство И То же самое Считает Российское Руководство Которое Считает Что Надо Еще Немножко Продавить Фронт В каких-то Местах В том числе Прежде всего Конечно В Донецкой Области Украина И Попытаться Занять Какие-то Новые Позиции Для того Чтобы Иметь Более Сильные Переговорные Позиции Китай Другая Сторона Считает Что Более Сильные Переговорные Позиции Возможно Получить С течением Времени Ну И Конечно Мы Свои Правые Серьги Мы Видим Раздраженные Раздраженные Реакции Украинского Руководства Запада И Видим Что Визит Зеленского США С планом Мира Ну Если Байден Отменяет Своё Участие Вообще Отменяет Фактически Байден Отменил Рейн Штрамштайн После Этого Визита Говорит О том Что Категорически Категорически Не согласны Лидера Запада И дальше Поддерживать Украину По крайней мере В тех Объёмах Которые Есть Что Их Не устраивает Тот План Мира Который Привёз Зеленский Но Я думаю Что В ближайшее Время В ближайшее Время Мы увидим Развитие Несколько Иных Событий В плане Контакта Украинского Руководства С Западом Есть для этого Некоторые Предпосылки Есть Впечатление Что После Выборов США Реакция Причём Кого бы Не выбрали Трампа Или Харрис Ситуация С поддержкой Украины Несколько Изменится В лучшую Для Украины Сторону Здесь Опять-таки Стоит Обратить Внимание И на Нетерпеливой Позиции Российского Руководства По поводу Ситуации На фронте И Действительно Попытка Попытка Занять Покров Попытка Занять Несколько Значимых Позиций В Донецкой Области Для того Чтобы Иметь Опять-таки Не будем Лукавить Знаем Некоторые Некоторые Скажем так Аспекты Переговоров Которые Ведутся Через Посредников На Международной Арене Предлагают Обмен Предлагали Вернее В недавнем Прошлом Обмен Российское Руководство Территорий Запорожской И Херсонской Области На территории Донецкой Области То есть Фактически Обменять Оставить Сухопутные Коридоры Но обменять Оставшиеся Части Херсонской И Запорожской Области На Донецкую И Луганскую Области На сегодняшний день Российское Руководство Не может Решить Эту Проблему Самостоятельно Я имею Ввиду Военном Плане А украинское Руководство Безусловно Отказывается Обменивать Украинские Территории На украинские Территории Для чего Собственно Говоря И была Предпринята Курская Операция Для того Чтобы Обменять Российские Территории На Украинские Но Теперь После Курской Операции Российское Руководство Стало В позу И Категорически Даже На международных Площадках Через посредников Не хотят Обсуждать Какие-то Возможности До Освобождения Курской Области Окей Ну у нас Еще будет Возможность Естественно В наших Эфирах Не раз Вернуться К этому К этому Вопросу У нас Остается Немного Немного Времени До Окончания Нашего Эфира Часового Обычно Давайте Поговорим Наверное Самой главной Топовой Теме На прошлой Неделе Это История С Рамзаном Кадыровым И история Чуть не с Революцией Внутри Российской Федерации Как вам Все это Дело Да Безусловно Умелая Рука Кремля Умелая Как в прямом Так и В переносном Смысле Разжигает Новый Конфликт На Северном Кавказе Заявление Рамзана Кадырова О том Что он Объявляет Кровную И представителям Дагестана Ну в сущности Говоря Противостояние Элит Чечни С элитами Ингушетии И Дагестана Это конечно Новая точка Кипения В российском Руководстве На сегодняшний день На сегодняшний день С одной стороны Как выгодное Так и невыгодное Нынешнему Российскому Руководству Я объясню Почему так Выгодно Потому что Цели СВО Были Расплывчатые Мы видим Мы уже обсуждали Итоги Опросов Общественного Мнения И В общем Народ категорически Против того Что СВО Как-то Положительно Влияет На Россию Понятно Что Российское Российское Общество Не поддерживает СВО Не поддерживает Эту войну Считают Ее деструктивной Считают Санкции Губительными Для России Ну и В сущности Общий климат Имеется ввиду И политический И социально Экономический Ухудшился В России Для этого Конечно Надо СВО Заканчивать И выходить Это понимает Российское Руководство И в принципе Как я уже говорил Готово Покончить СВО Только на Каких-то Выгодных По их мнению Условиях Но тем не менее Мы с вами Прекрасно Понимаем Что как только СВО Заканчивается А оно По объективным Параметрам Достаточно близко К своему завершению По крайней мере К горячей фазе К завершению Для нынешнего Режима В России Безусловно Необходима Новая точка Кипения Для того Чтобы перенести Внимание Населения И Для того Чтобы снять Какие-то Угрозы Социального Кризиса И Внутри Политического Кипения На Какой-то Раздражитель Пусть даже Внутри страны Но Локальный Так вот Локальным Раздражителем Может служить Конфликт Между элитами Который может Перевести В горячий Конфликт Не всяких Сомнений В Локальный Конфликт На Северной Кавказе Если Предыдущие Две войны Чеченские Были В России Не просто Первая Была Глупо И невыгодно Для российского Руководства То вторая Чеченская Война В сущности Привела К власти Президента России Владимира Путина И дала Возможность Развернуться Тому режиму Который Есть сейчас В России Третья Чеченская Война Ну опять-таки Надо обратить Внимание Что первые Две чеченские Войны Были В сущности Для Чечни Гражданскими Войнами Когда воевали Одни элиты Чечни Воевали С другими Элитами Просто На стороне Одних Элит Было Российское Руководство И вот Объединившись С одними Элитами Значит Они просто Уничтожили Другую Часть Элиты Сейчас Внутренней Оппозиции В Чечне Для Кадырова Практически Нет Она реально Задушна Большинство Людей Выехали За границу Те которые Были В реальной Оппозиции Оппозиции Чего-то Внутри Чечни Для Кадырова Нет Оснований Но Есть рядом Дагестан Есть Ингушетия Которая Еще раз Повторяю Умелой Рукой И в прямом И в переносном Смысле Кремля Значит Перерастает В некое Подобие На сегодняшний День Холодного Конфликта Но который Мы прекрасно Понимаем Что такое Северный Кавказ Там достаточно Одной Искры Чтобы все Запылало Чтобы все Запылало И для Российского Руководства В плане Возможности Перенести Внимание Населения И Перенос Кризиса Из Украины Скажем На Северный Кавказ С одной Стороны Конечно Чреват Возможность Потери Части территории Северного Кавказа Ну как Чечня Например Но И эта Проблема По сути Для Кремля Не является Проблемой Они решат Сразу То есть Фактически Одним выстрелом Убивают Двух зайцев И решают Проблему Чечни Отделяя ее Таким способом Ну и Объяснив Населению Смотрите Зачем нам Такой регион Который Значит Воюет С нашими Другими Регионами Встав В этом Случае Как и В воинах Первой Второй Чеченской Только в этом Случае Став Не на сторону Элит Чечни А на сторону Элит Дагестана И Ингушетии И Да С военной Поддержкой Условно Еще раз повторяю Мы просто Прогнозируем Что может быть С Поддержкой Элит Дагестана И Ингушетии Помочь Просто Решить Так называемую Так называемую Проблему С Рамзаном Кадыровым Отделив Чечню Задавив Военное сопротивление Военные попытки Решить Решение Усилив границы С Чечней Просто отделив Эту Территорию Сначала Формально А потом Уже Законодательно От России При этом Аргументация У российского Руководства Будет Простой И понятна Смотрите Мы присоединили Четыре региона Из Украины Они по территориям Гораздо больше Чечня Никаких потерь Особых Россия Не получила Она получила Прирост территорий За счет Украины Но вот Строптивый регион Чечня Который Значит Всегда воевал И всегда был Против России Значит Против своего Нахождения В России Ну вот Пожалуйста Получите свободу И распишитесь Да Интересный Интересный Вариант Ну там еще Задействована Администрация Президента Российские силовики Стрельба уже В Москве Идет А не только На Северном Кавказе Вот так что Ситуация Настолько Взрывчата Что она может Взорваться И внутри Российской В этом случае К власти Придут силы Которые Значит Помогут России Выбраться Из этого Хаоса Нет Могут Прийти И абсолютно Деструктивные Силы В этом Случае Еще раз Повторяю Если Если Кризис Коснется Ситуации В Москве В Петербурге В крупных Российских Городах Если Вдруг Если Вдруг Еще раз Повторяю У меня Сомнения По этому Поводу Все-таки Российские Силовики Держат Под контролем На сегодняшний день Некоторые моменты То что происходит Это скорее Манипуляции Манипуляции Вы правильно Говорите И Администрации Президента И силовиков И попытки Вывести Из равновесия Самого Кадырова Попытки Подорвать Его позиции В Российских Регионах Которые До известной Степени Широки И Мы Прекрасно Понимаем И знаем Какое влияние Имеет Кадыров На Нынешние Российские Власти И тем не менее Сократить Это влияние Как раз Основная Цель Нынешнего Российского Руководства Может ли Это привести К хаосу Конечно Можно Может ли Это привести К развалу Режима При том Что режим Несмотря На все Внешнее Спокойствие И несмотря На то Что Якобы Уверенность В том Что они Продержатся Еще многие Многие Годы Конечно Нестабилен Конечно Нестабилен Конечно Может Этот режим Рухнуть И в этой Ситуации Конечно Может быть Хаос Конечно Это может Привести К Катастрофическим Последствиям Такая игра Но Тем не менее Мы видим Что Кремль В нее играет Играет охотно И мы с вами Увидим Результаты Этой Довольно Скоро Окей У нас Получился Интересный Разговор Естественно В час Уложить Абсолютно Все темы Которые Хотелось Обсудить Довольно Сложно Ну Надеюсь Что Наши Технические Проблемы Закончились И мы Теперь будем Регулярно Как обычно По воскресеньям Появляться На наших Обоих Каналах И потом Ретранслироваться Наши передачи Будут на наших Партнерских Каналах Спасибо вам За разговор Традиционно В конце Передачи Мы предлагаем Нашим Зрителям И слушателям Подписаться На наши Ресурсы Поставить лайки Поделиться Этими Ссылками В своих Социальных Сетях И ждем Вас В очередной Раз